Во дворе дома номер 7 по улице Глушко сегодня многолюдо. На собрание пришли жители соседних многоэтажек, чтобы обсудить ультиматум, который им выдвинул управляющий компанией «Жилищник-2». Как говорят люди, их заставляют подписывать разрешение на установку в домах оборудования для индивидуального подогрева воды. Если кто не будет подписывать, воды вообще не будет вазина. Вот эту котельную снесут и все. Больше мы ничего не знаем. Хотят ли жильцы домов такую модернизацию, жилищники у них не спросили. Они пишут, что за счет капремонта и за счет региональных денег, там какие-то, с обманным путем. Говорение, а сейчас старухи все выскочили, говорит, мы уже подписали, подписали обманным путем. Программа модернизации в Казани начнется сразу, как только завершится отопительный сезон. Ее цель – исключение системы горячего водоснабжения центральных цемплопунктов, тех, что стоят во дворах домов и подают в них горячую воду. В центральных цемплопунктах один из них располагается за моей спиной и происходит, по оценкам специалистов, потеря тепла где-то до 40%. После того, как будет реализована программа и во всех домах установят индивидуальные цемплопункты, надобность подобных сооружений отпадет. Часть из них и вовсе разберут по кирпичкам. Именно индивидуальные цемплопункты и будут подогревать воду в домах. В списке на модернизацию 1122 казанских домов устанавливать оборудование будут в подвалах и на технических этажах. По данным одной из фирм, что изготавливают такие ИТП, жильцам стандартной девятиэтажки модернизация обойдется почти в 3 миллиона рублей. А окупятся эти вложения максимум за 5 лет. Однако жители Азии сомневаются в том, что у них хватит денег на такой проект. На 1 июня 2014 года на моем доме на счету моего дома 414 тысяч. Пилотный проект по переходу на ИТП в Казани опробировали еще 3 года назад. Тогда на индивидуальный подогрев воды перешли 264 дома. В результате произошло снижение потерь тепловой энергии на 20-40%. Стабилизировался температурный режим ГВС. Размер платы за горячую воду у этих потребителей снизился до 20%. Проблемы модернизации казанских теплосетей поднимали и на сегодняшнем совещании в Доме правительства. Уже к новому отопительному сезону в Казани должны закончить установку ИТП. Обращаюсь к руководству. Медшин, вы персонально несете ответственность вашими этими погонами. Потому что если мы здесь где-то сорвемся, поэтому еженедельно жесткий график. Еженедельно. Это очень большая работа. Мы никогда такую работу не делаем. Но для Казани это будет намного качество отопления в этих домах, качество услуг будет намного лучше. Жители Азина говорят, что не дадут свое согласие на модернизацию до тех пор, пока им не разъясняют, за чей счет будет производиться она. И какую выгоду люди получат от того, что будут использованы и накопленные ими деньги на капремонт.